Всем привет, всем здравствуйте! Вы на канале Виктория Карера и добро пожаловать! Сегодняшнее видео я хочу посвятить такой теме исследования косметических продуктов, тестирования косметики в лабораториях. Почему я решила сегодня остановиться именно на этом сюжете? Ну, во-первых, потому что я сейчас принимаю участие в одном из таких тестирований, а во-вторых, я думаю, что просто вам будет, может быть, интересно узнать, как это происходит. Я стала принимать участие в таких исследованиях относительно недавно, когда я переехала в Францию. Раньше, когда я жила в Киеве, я работала, и у меня просто не было времени и физической возможности. Если вы хотите тоже принимать участие в таких исследованиях, то в тех странах, где вы живете, вы просто задайте в интернете поиск. Тестирование косметических средств, или как еще можно, как я искала, да, я искала тестирование косметических средств, тестирование ухода за кожей в лабораториях, в исследовательских центрах. И почему я решила поучаствовать в этих тестированиях? Во-первых, я думаю, что мой небольшой вклад поможет все-таки уменьшить количество животных, на которых проводится тестирование. И вторая причина, почему я стала принимать участие в таких исследованиях, это возможность узнать изнутри бьюти-индустрию, что там происходит, как происходит тестирование, как происходит сертификация продукции. И иногда, не иногда, а очень часто на новинках косметических средств вы можете, например, услышать в рекламе или увидеть на упаковке надпись, например, что данный крем уменьшает количество морщин на 30% за 30 дней. В исследовании принимали участие 100-200 тысяч женщин, и исследовательским путем этот результат был подтвержден. И чтобы написать эту фразу на упаковке, производитель обязан подтвердить то, что действительно это так, произвести исследование. И для этого существуют лаборатории, которые проводят такие исследования. Но, в общем-то, немножко об этом хватит. И мне хотелось просто в общем немножко вам рассказать, как это происходит, для чего это происходит, с точки зрения маркетинга, для производителей это важно, для потребителей это важно. Сейчас коснемся того, что происходит с добровольцами, которые соглашаются принять участие в таком тестировании. Для каждого конкретного исследования, тестирования какого-то продукта существуют определенные условия. Сейчас я принимаю участие в тестировании крема для лица с антивозрастным эффектом. И для тестирования этого крема на сайте были выложены условия. Кандидаты должны быть определенного возраста, с определенным типом кожи, где выражены первые признаки, я не знаю, первые последние признаки старения кожи, какие-то пигментные пятна и так далее. Но это полбеды. Основной фокус, и что меня побудило снять это видео, это такие очень жесткие условия участия в этом тестировании. Предыдущее тестирование, в котором я принимала участие, это было, кажется, весной этого года. И там не было никаких таких жестких условий. Просто я должна была прийти трижды в эту лабораторию. Первый визит, когда дерматологи изучают состояние кожи до исследования, второй визит, он был, по-моему, по истечению двух недель применения этого крема, и третий визит уже был в конце, тестирование через четыре недели. И мне тогда давали просто анкету, которую я заполняла, я отмечала каждый день использования этого крема и ощущения. В общем-то, это было все. Сейчас, когда мне позвонили из этой лаборатории, предложили мне принять участие в исследовании вот этого антивозрастного крема, меня предупредили, что если я хочу принимать участие в этом тестировании, первое, я должна прекратить за две недели использование всех своих антивозрастных кремов по уходу за кожей. То есть я их всех отставила в сторону на полочке. Мне было разрешено пользоваться только лишь увлажняющим кремом. В перечне было три марки крема перечисленных увлажняющих. Невея, экстра, не помню, еще какой-то третий. В общем, я остановилась на Невея, потому что он у меня был дома, я его знаю. Значит, две недели я пользовалась только кремом увлажняющим Невея, никаких антивозрастных уходовых средств. За сутки до моего первого визита в лабораторию, до начала исследования, я должна была прекратить использование вообще каких бы то ни было кремов, в том числе и увлажняющего. И для меня это было действительно испытание, потому что, как я поняла, моя кожа настолько уже привыкла к хорошему, моя кожа привыкла к тому, что я ее балую утром и вечером кремами для лица, увлажняющими, питательными, разными. Провести сутки, не сутки, почти у меня получилось полтора дня, потому что на следующий день, на утро, когда на меня был назначен первый визит в лабораторию, я тоже не имела права не пользоваться никаким кремом. В общем-то, для меня это было большое испытание, но я все-таки это выдержала. Почему мне было тяжело? У меня кожа склонная к сухости, и я не могу умыться, чтобы потом не почувствовать этот дискомфорт, когда кожа начинает стягиваться. Я нашла для себя решение. Я пользовалась кубиками льда. Мне это помогало немножко, видимо, стенизировать кожу, чтобы она у меня не совсем бунтовала против того, что ее лишили всяких удовольствий. На следующий день, на утро, я приехала в лабораторию без, опять-таки, без нанесения каких бы то ни было кремов на кожу, без макияжа, вообще никакой нельзя мейкап. Ни помаду, ни тональные кремы, ни пудры, даже карандаш для глаз не разрешается. То есть вот я приехала полностью на тюрель в лабораторию. Первый день исследования. Кожу кандидата исследует дерматолог. Есть кабинеты специальные, со специальным освещением. На меня одели черную накидку, знаете, как в парикмахерской. На меня одели шапочку, то есть чтобы осталось только открытое лицо. Я так понимаю, одели темный цвет, чтобы одежда никак не влияла, не отражала, не искажала цвет лица. И со специальной рамкой такой в виде зеркала, только зеркала не было, а рамка с подсветкой. Меня дерматолог усадила напротив себя. И вот так очень внимательно меня разглядывала. И в досье делала отметки, трогала пальцами мою кожу, чтобы понять, насколько она сухая, обезвоженная и так далее. После того, как мне дерматолог еще раз объяснила, что я могу, как я могу использовать этот крем, мне выдали баночку самого крема. Вот смотрите, баночка этого крема. И обратите внимание, на креме нет никаких опознавательных знаков, что это за бренд. То есть это такие условия исследования, тестирования. Никто не говорит, крем какого производителя тестируется, какой состав крема. Ничего не известно. Мне только сказали, что я могу использовать этот крем раз в день утром. Я наношу этот крем один раз в день утром, как дневной. Он, кстати, внутри тоже, смотрите, сейчас отвлекусь, расскажу немножко о креме, потом продолжу повествование, об исследовании. Крем очень интересный по качеству. Крем такого цвета, вы видите, слегка оранжево-терракотового. Есть у меня подозрение, что крем такого цвета, потому что он содержит ретинол. Ретинол это одно из наиболее эффективных средств, используемых в косметике, в кремах антивозрастных, потому что это единственный компонент, который может проникать глубоко в кожу на клеточном уровне, работать не только на верхних слоях кожи, но и в слоях дермы. Вот в этом плюс ретинола. Ретинол это жирорастворимый витамин А. И витамин А обладает очень большим спектром действий, и он омолаживающим эффектом обладает. Регенерирует клетки, заставляет клетки быстрее обновляться, омолаживаться, уменьшает количество пигментных пятен, улучшает состояние кожи. Почему я вам все это могу перечислить? Потому что я действительно увидела результат этого крема. Тон кожи выравнивается, что пигментные пятна уменьшаются, что кожа приобрела такое здоровое сияние, такой здоровый ухоженный вид. Вот для меня это было очевидно, и мне это было очень интересно. И затем, в этот же день первого визита, после нанесения крема, меня посадили за компьютер и попросили ответить на вопросы, анкеты, насколько ваша кожа чувствует себя комфортно, некомфортно, увлажненной, неувлажненной, ухоженной, неухоженной. Более здоровый вид, более уставший вид, меньше пигментных пятен, больше пигментных пятен, есть ощущение комфортно на коже или нет. И несколько вариантов ответа, да, очень хорошо там, например, среднее, совсем никак это не чувствую, или там чувствую, но не очень. Вот, в общем-то, мне это было очень интересно. Начала я принимать участие в этом тестировании 21 ноября. И когда у меня окончание визита, 18 декабря, у меня последний визит в лабораторию. Я должна буду прийти, принести баночку, показать, что у меня осталось в течение месяца, сколько крема я использовала. Когда я была несколько дней назад на втором визите, я спросила, а могу ли я узнать название этого крема после окончания исследования. То есть сейчас я понимаю, что я не имею права узнать название этого крема, но я объяснила, что мне было бы интересно затем, после окончания исследования, когда этот крем появится в продаже, его купить, потому что мне понравился результат и эффект от этого крема. И мне врач сказала, что вы можете написать нам запрос по окончанию исследования. Мы переправим ваш запрос компанией-производителю, которая у нас заказала это исследование. И обычно они всегда отвечают на такие запросы, просто может быть не очень быстро. В течение 6 месяцев после исследования крем появляется как новинка в продаже. Вот мне будет очень интересно узнать, кто же производитель, какой это будет крем, какова его будет стоимость. Я с удовольствием поделюсь с вами, если мне все-таки удастся узнать, кто производитель. И я с удовольствием потом куплю этот крем. Ну и если вы надумаете принимать участие в таких тестированиях, если вы живете во Франции, то вы можете найти несколько лабораторий, которые проводят такие участия. Повторюсь, это лаборатория Интертек, лаборатория Лореаль проводит такие исследования. Если вам не безразлична жизнь животных, пожалуйста, тоже я вас агитирую принимать участие в таких тестированиях. Если вам просто это любопытно и нравится, то вы будете узнавать Боня. Если вам не безразлична жизнь животных, только сказала слово, и Боня пришел, стал качать камеру, то я вас приглашаю, я вас агитирую принять, я вас агитирую принять участие в таких тестированиях. Иди сюда. Ах, вот он, вот он Боня, который взял и сдвинул все-таки камеру, ее пошевелил, но... Да, мы говорим о животных, но не скажи, пожалуйста, с тем. Привет, привет, вот он я, какой важный кот. И на этом я с вами прощаюсь. Я вам желаю всем, как всегда, добра, радости и всего-всего самого хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok